Цветок. Цветы появились 125 миллионов лет назад в раннемеловой период. Тогда их было мало, только 15 миллионов лет спустя они расселились по всей Земле. 235 тысяч видов растений имеют цветы. Народная мудрость гласит, кто выращивает цветы, тот приносит радость себе и людям. Живя на Земле, мы постоянно должны помнить об охране природы и приумножении естественных богатств. Прекрасные представители флоры, к сожалению, убывают, и от нас с вами зависит не дать им исчезнуть навсегда. Самый большой цветок на Земле – это Рафлезия арнольди. В поперечнике 1 метр, весит 10 килограммов, а его запах напоминает запах гниющего мяса. Самый красивый цветок считается у кактуса «Царица ночи». Цветет 2 часа, но запах прекрасней не бывает. Один раз в 150 лет цветет пуйя Раймонда, обитатель анд, и потом погибает. Арабидопсис – первое растение, которое побывало в космосе и цвело там. Цветки образуются только у цветковых растений. Цветковыми называются растения, которые цветут хотя бы один раз в жизни. Давайте выясним, как происходит развитие цветка из генеративной почки. Зачаточный стебель, цветоложа, цветоножка. Зачаточные листья, венчик, чашечка – это внутренние листочки. И пестик, тычинка – наружные листочки. Отсюда можем сделать вывод, что цветок – видоизмененный побег. Самая яркая и заметная часть цветка – венчик. Он состоит из лепестков. Если лепестки срастаются между собой, такой венчик называется сроснолепестным. Если лепестки не срастаются, то венчик называется раздельнолепестным. Венчик раздельнолепестной есть у лютика, вишни, яблони, ветреницы. А венчик сростнолепестной – у дурмана, колокольчика, примулы, послена. Основной функцией ярко окрашенного венчика чаще всего является привлечение насекомых опылителей. Достаточно часто случается так, что венчик окружен чашечкой, которая состоит из чашелистиков. Чашечка раздельнолистная. Листочки чашечки не сросшиеся, например, у герани. Чашечка сростнолистная. Листочки чашечки срослись, например, у гвоздики. Основная функция чашечки является защита внутренних частей цветка. Чашечка окрашена в зеленый цвет. Если у цветка присутствует и чашечка, и венчик, такой околоцветник называют двойным. Если у цветка нет разделения на чашечку и венчик, такой околоцветник называют простым. Давайте более подробно разберем строение основных частей цветка. Тычинка состоит из пыльника и тычиночной нити. Внутри пыльника развивается и созревает пыльца, а тычиночная нить поднимает пыльник на необходимую высоту. Число тычинок в разных цветках различно. Пестик состоит из рыльца, столбика и завязи. Пестиков в цветке может быть много, но чаще встречаются цветки с одним пестиком. Если у цветка отсутствует пестик, такой цветок называется тычиночным или мужским. Если у цветка отсутствует тычинка, такой цветок называется пестичным или женским. Значит, цветы бывают тычиночными и пестичными. Если на одном растении развиваются и пестичные и тычиночные цветки, то такие растения называются однодомными. А если на одном растении развивается пестичный цветок, а на другом тычиночный, то такие растения называются двудомными.